Доброе утро, дорогие братья и сестры, друзья! Мы все еще продолжаем приветствовать друг друга пасхальным «Христос Воскресе» и отвечаем «Воистину Воскресе!». Сегодня пятый воскресный день после Пасхи, и в этот воскресный день Церковь вспоминает о Самарянке. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 5 по 42 стихи. И там говорится о том, что однажды по пути в Галилею Господь Иисус Христос остановился у колодца вблизи города Самарии. Когда ученики ушли достать что-нибудь поесть, к колодцу за водой пришла женщина, и Господь заговорил с ней. Когда же вернулись ученики, и женщина ушла, Господь сказал, «Не говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Почему так сказал Господь? Думается, что немногие вопросы, заданные Самарянкой, немногие слова, ею сказанные, напоминают спелые зерна, уже готовые при первом прикосновении отделиться от колодца и войти в Господнюю Житницу. Так что же это за зерна? Вот давайте вместе проанализируем евангельский отрывок. Как мы видим, разговор начался с того, что Господь просто попросил пить. И другая Самарянка просто дала бы ему воды, не рассуждая, кто он и какой веры. Но она удивленно спросила, «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, Самарянки? Ведь иудеи с Самарянами не сообщаются. И вот этот ответный вопрос был первым зернышком в Господнюю Житницу. Потому что он показал, что для Самарянки есть нечто, что стоит выше телесных потребностей, что есть религиозные законы. И она искренне удивлена, как может этот серьезный, внешне благочестивый человек нарушать их. Если бы женщина просто дала ему воды, то разговор не возник бы. Но здесь, здесь Господь продолжает и говорит, «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду». Женщина удивилась. «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок? Откуда же у тебя вода?» Внешне в этих словах нет ничего особенного. Но тут же она прибавила, «Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» И вот это рассуждение можно назвать вторым зерном в Господнюю житницу. Это рассуждение, вопрос показал, что женщина помнит о своих корнях, о своих праотцах, помнит, что от кого унаследовал. Но вот Господь говорит ей, что сразу трудно для ее понимания. Он говорит, что здесь, в пустыне, у него самого есть живая вода, и кто будет пить его воду, тот не будет жаждать вовек. И еще, что вода – это сделается в том, кто будет ее пить, источником воды, текущей в жизнь вечную. И естественная реакция самарянки. Она не поверила и иронически попросила, «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Но Господь говорит ей слова, которые современному человеку могут показаться даже оскорбительными, которые могут прозвучать в современном сознании как вмешательство в личную жизнь. Но одновременно – это слова, которые могут обрадовать всякого человека, если он найдет в себе правдивость и силы посмотреть на себя и на свою жизнь без лжи. Христос обращается к самарянке, обращается к ней и говорит ей, «Пойди, позови мужа своего и приди сюда». Женщина сказала в ответ, «У меня нет мужа». И Иисус говорит ей, «Как хорошо ты сказала, что у тебя нет мужа, потому что у тебя было пять мужей, и тот, которого ты имеешь, не муж тебе». Конечно, не хвалил ее Господь за ее прошлую жизнь, но за то, что она была способна правдиво и истинно посмотреть, правдиво сказать об этой жизни, «Как хорошо, что ты так сказала, ты правду рекла». И мгновенно поменялся разговор. Женщина поняла, что с этим человеком она может говорить не о земном, а о чем-то более глубоком, более основном. «Господи, вижу, что ты пророк». И она уже не спрашивает его о воде, о колодце. Самарянка спрашивает о самом главном. «Господи, отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме?» И вот это третье зерно в житницу Господню. Потому что далеко не для всех главный вопрос жизни о том, где и как нужно служить Богу. Остался один основной вопрос. «Где поклоняться Богу?» «Как поклоняться так, чтобы Господь это поклонение принял?» И потому что эта женщина имела правду в своем сердце и была способна без лжи на себя взглянуть, без лжи сказать о себе истину, «Христос ей открыл, что Богу надо поклоняться в духе и истине». Бог может спасти каждого из нас, но Он ничего не может сделать, если мы лжем перед собой и перед Ним. Он может спасти того грешника, которыми мы являемся, но Он не может спасти того иллюзорного праведника, которого мы стараемся представить собой и которым мы не являемся. «И если мы хотим поклониться Богу, то мы должны поклониться Ему в истине, в правде, в честности и доброй совести. Тогда Бог делается нам доступен». И ещё важное. Поклоняться Богу и не тут или там, поклоняться Боге в духе своём и сердце своём, всей правдой, всей истиной, всем пламенем своей жизни. Поклонение Богу не заключается в том, чтобы в одном или ином месте приносить Ему молитвы, которые, может быть, с кровавым потом вырвались когда-то воплем и из чужих сердец. Поклоняться Богу – это значит стоять во всей правде и неправде своей перед Богом, но истинно перед Ним стоять, видеть в Нём своего Господа и Бога. Если мы так поклоняемся Богу, то это поклонение должно пойти далеко за пределы хвалебных песнопений или даже покаянных наших слов. Поклонение Богу должно стать всем в нашей жизни. И каждый раз, когда мы творим правду и правду говорим, каждый раз, когда мы творим добро и проявляем любовь, каждый раз, когда мы достойны своего имени человека и имени Божьей, мы поклоняемся Богу, духом и истиной. Вот и попробуем этому учиться. Но начать мы можем только с того, чтобы перед собой, перед Богом, перед людьми встать в правде нашей, какие мы есть, и поклониться всей жизнью нашей и словом, и делом живому Богу. Субтитры создавал DimaTorzok